Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая и вот опять у нас расцветают эти красивейшие, эти такие необычные, загадочные махровые цветы на томатах. И у людей возникает вопрос, что с ними делать и вообще что это? Уродство это какое-то или это специфика сорта у томатов? Я каждый год говорю про эти махровые цветы, но люди новые прибавляются, которые не видели, ни разу не слышали, не знают, что это такое. И снова начинаются вопросы, и мы начинаем каждый год очередной раз говорить о махровых цветах. Повторюсь, что говорила в прошлом году, что даже ученые еще до конца не определились, кто-то склонен к тому, что это все-таки такая реакция на стресс, на какое-то нехорошее такое событие в жизни томата, когда она вот так отреагирует. Но кто-то говорит, что это такое как бы инфекционное заболевание. Я сейчас расскажу свое мнение и скажу, что с ними делать. Ну вот сразу скажу, что вот из этого томата будет огромный, такой необъятный плод, но который будет очень уродливым, потому что я вот специально сорвала вам один такой, убрала листики вот эти вот и покажу, из чего состоит этот махровый цветок. Смотрите, это несколько завязей воли и судьбы, почему-то не разъединенных. Тут вот даже вот есть на простом стебельке, а тут даже видно стебель, три завязи, когда были еще в зачатке, видите, три стебелька вместе с рожей. Тут срослись и стебли, короче, вместе, и завязи вместе. Это должно было быть три или даже четыре полноценных таких крупненьких томата. Сейчас, скажите, я усы уберу у них, чтобы вам видно было. Раз, два, три, четыре, их тут даже, по-моему, четыре или больше. И вот они как должны были выйти и разъединиться. Они не разъединились и все одной сплошной массой так и растут. Ясно, что они будут мешать друг другу. Они будут вырастить томат. Вот этот томат даже, он не то что круглый, он будет такой в длину, будет корявый, с вот этими заломами, с шишками, с перепадами. Ну, ясно, слепите четыре томата вместе принудительно, какой он будет. Конечно, он не будет ни круглый, ни красивый. Они не вредны для еды, их можно оставлять, например, на еду всю. Но там мало, что вы выберете для еды. Там столько этих переборок, столько этих морщин, вот этих вот коричневых, вот этих полосочек. Ну и, конечно, чтобы сформировался вот такой томат, то помидорке нужно очень много сил потратить, чтобы вот этот огромный четырехъярусный томат завязался, налился, сформировался. Вывод такой. Большинство и опытных огородников, и многие ученые говорят, что все-таки это уродство, и нужно удалять этот цветок. Но это ошибка природы, как бы. Я думаю так, что, смотрите, когда они все были вместе, когда еще в зачатке были эти кисти, скорее всего, был или такой перепад температуры большой, что щелкнуло что-то, например, в томате, и пошло не по тому сценарию, как нужно, или просто его морозом жахнуло, что он вот так вот среагировал, и он не до конца, они оформились, вышли, и уже потом вот так получилось, получилось, как получилось. И тут два выхода. Или убрать, чтобы не тратить вот эти питательные вещества, силы, время этого растения. Тогда она направит, тут же следующие кисти следом идут, и следом идут уже вот нормальные цветочки, вот они. Представьте, сколько вот таких цветов вот здесь слепилось. Тут вообще, по-моему, штук семь. Ну, короче, полностью вот эта первая кисть, вероятно, во время холодного какого-то климата что-то с ней случилось. И лучше, вот если мы отщепнем, сразу начнут завязываться, наливаться следующие вот эти томаты обычные. Но некоторые все-таки оставляют вот этот цветок, ну, просто ради интереса. Кому-то охота вырастить вот такой огромный, пусть он и уродливый, но обычно это бывают томаты-рекордсмены, вот те, которые, ну, люди завешивают и говорят, ого, у меня томат там полтора килограмма, у меня два килограмма. Они хоть и уродливые, но они будут очень-очень большие. Вот видите, каждый первый, вот на каждом из этого сорта, вот это госпожа удача. Дальше про склонность к вот таким махровым цветам я скажу. Вот видите, на каждом кустике именно первая кисть у нас вот такая слеплена в один цветок. Дальше идут нормальные все, вот они и вторая, и третья кисточка, они цветут, все нормально, но вот этот цветок, если мы не удалим, представьте, сколько сил растения потратят на него. Так что тут вы выбираете сами. Или вы в ущерб вот следующим, развитию следующих кистей, или вы его оставляете, вот этого уродца, и растение будет его выкармливать, но он вытянет с нее много чего. Или вы этот цветок удаляете, и тогда побыстрее начнут уже следующие кисти там созревать, и все. Теперь скажу про склонность сортов. По моему опыту, я вот наблюдаю уже давно за томатами, я поняла, что некоторые сорта вообще не дают таких вот махровых цветов. Ну, во-первых, чаще всего у крупноплодных, у мелких реже, и вот, например, на томатах, вот, Настенька, Демидов, вот цветет спиридон, я никогда таких махровых цветов не обнаруживала. И если бы не было одного сорта, вот про который я сейчас говорила, то я бы, наверное, предположила, что вот эти, вот Петруша, Огородник, Сибирская, Тройка, у меня тоже таких цветов почему-то я не видела. И я могла бы подумать, что вот эти мои сибирские толстоногие, любимые сорта не дают вот этого махрового цветка, и цветы у них всегда хорошие. Я бы могла так подумать, если бы у меня не было госпожи удачи. Вот это тот самый сорт, который очень склонен к образованию вот таких махровых цветков, и у него каждый год, из года в год, первый цветок почему-то вот такой. Значит, склонность сортов все-таки есть, прослеживается, потому что раз из года в год, на одном и том же сорте махровый цветок, но вот сказать, что, например, толстоногие сибирские сорта не делают таких цветов, уже нельзя, потому что вот госпожа удача, она очень часто делает. И, кстати, у нее образовывается только первый цветок, дальше все у нее нормально, все по тому же сценарию, как и у всех идет. Следующие цветочки хорошие, нормальные, но первый цветок. И вот как вот сказать теперь, что этот сорт, именно он реагирует на холод или на какой-то стресс, ведь они высажены в одних и тех же условиях, они сидели в одной и той же теплице, в одной и той же рассаднике, в одном и том же они были. Но опять, тут повторю я сразу сначала видео, что даже ученые еще точно к выводу не пришли, из-за чего это образуется. Но я вот вам рассказала, что плод будет очень огромный, но будет уродливый, растение потратит много на него сил и будет отодвинуто образование других завязей, нормальных. Если вы хотите один томат посмотреть, что с этого будет, можете оставить вот эти цветочки. Я вот сейчас, видите, прям при вас все их удалила, потому что ничего хорошего с них не выходит. Сколько раз я хотела, думаю, ну может быть красивый будет, ну хоть раз в жизни такой вот какой-нибудь красивый, крупный, но красивый. Нет, красивых вы не дождетесь. Все, до свидания. Хотите отщипывайте, хотите нет, но это не очень хороший томат будет. Конечно, вкус он будет точно такой же, но внешний вид его даже сложно порезать на салат. Все, до свидания. Это промахровые цветочки. Разбирайтесь сами, что вы будете с ними делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!